Автор оригинала Иван Сергеевич Тургенев, 1857 год. «Мне было 25 лет», — говорит Н.Н. — «Это было давно. Я уехал за границу, хотел посмотреть мир. Я был здоров, молод, весел. У меня были деньги, не было проблем. Я делал, что хотел. Я думал, что так будет всегда. Молодость ест пряники и думает, что это хлеб. Я путешествовал без цели, без плана. Был везде, где мне нравилось, и уезжал, когда хотел видеть новые лица. Только лица были интересны для меня. Я ненавидел памятники, архитектуру. Природа действовала на меня хорошо, но я не очень любил природу. Люди, их лица, говор людей, их движение, смех — это то, без чего я не мог обойтись. Мне всегда нравилась толпа. Мне было весело идти, куда они шли, кричать, когда они кричали, и я любил смотреть на людей. Итак, 20 лет назад я жил в небольшом немецком городе Зе, на берегу Рейна. Мне нравился этот город. Красивые немецкие дамы гуляли по его улицам, и некоторые из них не уходили и тогда, когда была луна. Я любил ходить по городу тогда. Маленький, аккуратный немецкий город был очень красив ночью. Город Зе был возле реки Рейна. Я часто ходил смотреть на реку. Однажды вечером я сидел на любимой скамье и смотрел на небо. Вдруг я услышал музыку. Она была из другого города Эл. Там люди играли вальс. «Что это?» — спросил я у старика, который шел мимо. «Это студенты. Они приехали из города Бе на праздник». «И я посмотрю на этот праздник», — подумал я и поехал туда. На улице было много людей, музыка играла, все веселились. «Ася, довольна тебе?» — спросил мужской голос по-русски. «Подождем еще», — отвечал другой, женский голос на том же языке. Я посмотрел и увидел красивого молодого человека и девушку невысокого роста. «Вы русские?» — спросил я. Молодой человек улыбнулся и ответил. «Да, русские». «Я не ожидал в таком маленьком немецком городе». «И мы не ожидали». «Что ж, позвольте представиться. Меня зовут Гагин. А вот это моя...» Он сделал паузу на секунду. «Моя сестра». «А ваше имя?» Я сказал моё имя, и мы начали говорить. Я узнал, что Гагин путешествовал, как я. Приехал в город Эл и застрял там. Я не любил знакомиться с русскими в Европе. Я всегда мог узнать их лица. Их лица. Они были самодовольные и полны презрения, часто повелительные. Но если они говорили что-то и боялись опозориться, их вид сразу менялся и был робким и осторожным. Но через минуту величие и глупость на их лицах восстанавливались. Да, я избегал русских. Но Гагин мне понравился сразу. У Гагина было милое, ласковое лицо с большими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже если вы не видите его лицо, вы бы чувствовали по одному звуку его голоса, что он улыбается. Девушка, как он сказал, его сестра, мне понравилось. Что-то особенное было в её лице. Тонкий нос, чёрные волосы, детские щёки, светлые глаза. Она была грациозна и очень молода. «Вы хотите к нам?» Сказал мне Гагин. «Я думаю, мы уже насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, разбили стёкла и поломали стулья, но эти уж больно скромны». «Как ты думаешь, Ася, хочешь домой?» Девушка сказала «да». «Мы живём за городом», — говорил Гагин. «У нас хорошо. Хозяйка дома, который мы арендуем, сказала, что приготовит нам кислое молоко». Мы поехали. Дом был высоко. Мы пошли в гору по узкой дороге. Дом стоял на горе. «Вот и наш дом», — сказал Гагин. «А вот и хозяйка несёт молоко. Гутен абн, мадам». Вид был прекрасный. С горы я видел реку Рейн. Маленький немецкий город возле реки показывал все свои дома и улицы. Внизу было хорошо, но наверху ещё лучше. Меня поразила чистота и глубина неба, воздух. Свежий и лёгкий воздух. «У вас очень хороший дом», — сказал я. «Это Ася нашла его», — отвечал Гагин. «Ася», — сказал он. «Скажи хозяйке нести еду сюда». Ася... Её имя было Анна, но Гагин называл её Ася. Ася с хозяйкой несли молоко, тарелки, ложки, сахар, ягоды и хлеб. Ася стеснялась меня, не говорила со мной, но Гагин сказал ей. «Ася, хватит ёжиться, он не кусается». Она улыбнулась и заговорила со мной. Я не видел девушку более активную. Она смеялась и бегала. Её большие глаза смотрели прямо, светло, смело, но иногда были глубокие и нежные. Я был с ними два часа. «Пора», — сказал я. «Пора», — ответил Гагин. Гагин и я пошли вниз по дороге. Ася бежала за нами. «Ты с нами?» — спросил её брат. Но она не ответила и убежала. Мы нашли Асю у берега. Она разговаривала с перевозчиком. Я пошёл в лодку и простился с новыми моими друзьями. Когда лодка со мной плыла по реке, Ася закричала мне. «Вы разбили лунный столб! Прощайте!» «До завтра!» — крикнул мне Гагин. Я чувствовал себя счастливым. Ну, почему я был счастлив? Я ничего не хотел. Я не думал ни о чём. Я был счастлив. Утро. Я услышал стук под моим окном. И голос Гагина. Он пел. «Ты спишь ли? Гитарой тебя разбужу!» Я открыл ему дверь. «Здравствуйте!» — сказал Гагин. «Я рано! Но посмотрите, какое утро! Цветы, птицы, воздух!» Мы вышли в сад. Кофе. И мы начали разговаривать. Гагин сказал мне о планах. Он был богат и хотел писать картины. Мы пошли на прогулку и увидели Асю. «А, это Ася!» — сказал Гагин. «Вот сумасшедшая!» Она сидела на горе. Ася увидела нас и засмеялась. Я начал кричать ей, что это опасно. Но Гагин сказал, что тогда она будет делать это специально. И может быть ещё хуже. «Она хочет нас удивить!» — думал я. «Почему? Она как ребёнок! Ася смеялась, прыгала и убегала. Да она как коза!» — тихо сказал Гагин. «Вы находите моё поведение неприличным?» — говорило её лицо. «Всё равно, я знаю, вы любуетесь мной!» «Умело, Ася, умело!» — сказал Гагин. « Norwegичи!» — типа дontinёс. «Гагин» — «Оссёо» «Омен пующий отец.